здравствуйте все получилось пришло в лучшем виде спасибо у меня к вам вопрос так как диски пока еще не посмотрела читая присылывали прошу я планирую садить косточки на заросшем картофельном поле там дерн но так как около 20 лет ничего не росло только косили траву о повезло человек 20 лет отдыхала знаете я это сам всегда было так есть практика послушает чиновники которые ничего не понимают с удовольствием и ничего не понимает в целом сельском хозяйстве им говорят надо обязательно чтобы колхозы брали посеяли собрали и на год оставили так называемый парк то есть отдохнула земля потом нас снова даст прекрасный враг и так далее назывался тройпольная система это было там наверху и об этом поэт радио толпели толпели всю страну каждый день это панацея это обязательно чтобы один год был на пару окончалось обязательно тем что звонил уже этот самый секретарь райкома председателю колхоза и говорю попробуй только не за сей тут же то что должно потерять запору оставаться попробуй не за сей ну и дальше страшно эти вот такие вот такая была жизнь а вам повезло вот надо ли перекапывать сейчас это будет второй вопрос первый я просто восхищаю 20 лет косили того как в 20 лет отдыха какая замечательная вас почва перекапывать сейчас это значит угробить эти 20 лет поэтому сейчас перекапывать не надо читаем дальше мой муж считает что нужно просто засыпать землю хомиком и посадить а я боюсь так садить так а сквозь эту землю полезет трава и качестве это плохого будет а если трава осталось дёрну перекопа только один поздно трава вылезет нужно нажимается допустим чтобы не быть голословным например я сейчас попробую это довольно быстро я сейчас найду посадку а посмотрите сказать это под моим чутким руководством не под моим давлением было вот так вот посажено вот уже сидят видите это есть холмы по железу нет не по железу я сам когда-то это где-то узнал другое дело что нет такого другого фанатичного агитатора как я видите вот это дальше я не буду у меня тут столько ценного именно в этой папке но этот именно вот эту папку я второй раз показываю кто-то видел уже помните какие назвал борьба нового со старым вот просто не перекапывай ничего вот вот этот дурь вот этого я надеюсь он потом вот там еще видите это не один холм тут уже еще вон там два три четыре пять вот но надеюсь потом эти галыши выкинет чертовой матери которые считаются украшают сад вот это знаете чтобы сделать культурный сад надо посадить а потом сделать все чтобы основание штамба сгнило если основание штамба нет это сад культурный а если нечему повода не отгнить нету этих галышей или нету этих бордюров это считается дикий сад вы поняли если гнаем значит культурный мы за ним поухаживали теперь он культурный вот дальше не буду но согласитесь никакая трава не пробьется она сама просто начнет расти вы будете косить она будет расти косить и через коколин здесь будет сплошной дёрн и надо умудриться чтобы и дёрн был и трава росла и нужно чтобы вот это место проветривалось для этого и делаем холм так надеюсь я ответил еще кое-что возвращаемся к нашему вебинару пусть это все мы проходили но вы видите что делается вопрос это задают мне я же не виноват а попробуй одному ответь а у меня каждый день 10-20 а еще звонки 10-20 как я могу каждому объяснить вот я и посылаю туда посылаю вебинар посылаю а не туда так еще вопрос где доступ в качестве нужно хранить кости в холодильнике и в чем из пакетов целлофанов которых вы посылаете их вынуть с уважением костинах милая хреновада я вас послал на этот вебинар вот а перед этим когда вы косточки эти мне выписывали я вышел 7 или 8 я здесь просто читать боюсь не боюсь а ленись этих самых роликов а на них все написано ой рассказано с фотографию там десятки фотографий все разжевано но дело в том что я понимаю некогда есть люди которые не способны ну скажи ему . и правильно что-то время минуты готова итак холодильнике и погребе естественно погребе в холодном не подполье а погребе дальше стеклянные баночки с пакетиками обязательно просто стеклянные баночки чтобы должны быть в баночках сухими хранятся хоть три года если конечно проветривать вот дальше значит остается уже я всегда говорю два месяца для абрикосов 30 слив это примерно а мне говорят расскажите мне 15 февраля или 20 февраля это нечестно приходит весна что мы видим на юге цветут сады на севере лежит снег как я могу одну и ту же дату сказать и жена миссия тогда я говорю так пляшем от времени посадки вы уже знаете там живете не один год допустим 15 вы уже знаете что когда вы перекапываете землю вот уже на штык лопаты она пробивает то есть уже оттаяло вот столько ну а допустим это 15 апреля ну тогда 15 февраля и два месяца назад прыгали и 15 февраля кладете на сертификацию в сором песке опять же в том же холодильнике и в том же погребе ну а подробнее извините меня и обижается когда я говорю а дальше вот я вышлю этот самый диск а у тебя все есть а во втором диске а прививать ночью а вот во втором диске прививка они не хотят а попробуйте на пальцах вот так вот что мог рассказал уважаемый генерал я вас тоже послал вот этот вебинар надеюсь что у меня существует а если нет то угробить это все а вот это не ваша ли да наверное ну что мы тут видим персик хасанский это самый каприз на вечности о вспомнил надавили на меня я к Лене заезжаю ну для меня Леня для вас уважаемый Леонид Дмитриевич Чернобаев уникальный человек художник вот просто несите с основатом Бога и говорю ну ка рассказывай у тебя каждый год сходят эти самые у меня был один провальный год а у него не было провальный годов я говорю ну ка рассказывай как ты он начал как обычно ну наверное лучше всего это я цитирую Дмитриевича наверное лучше всего кошечка персиковая взять выкопать яму на глубину там ну показывай так пальцы на пальцах значит сложить их там а потом взять засыпать в апреле по нашим меркам стоянногорским выкопать они начнут так и рассаживать потом подумал подумал вспомнил что где-то могут быть мыши где-то что-то давайте так мне такой же опытный сад уже ему у нас окажется круг общения сказал так давайте берем металлическое ведро ведро только с это самое сухим песком перебежку раз 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 эти косточки персиковые ведро закрыть понятно так чтобы туда мысли не попадали и закопать землю вот ребята за что купил за что продал вот у меня бывало я так не делал но у меня бывало осенью посажу дружно сходят весной чертознание сходят бывало наоборот поэтому хорошо когда их много можно садить полную так полную так все поехали а превышенные то кстати будьте добры заказывайте пока есть мне сопрона в этот раз мы долго продавали 200 упаковок долго продавали хотя цены им нет вот цену так и не подняли вот хотя жизнь дорожает и и сейчас она стоит 500 рублей так это упаковка из 100 штук двух размеров значит и 70 сколько это 76 или 8 он прислал и сказал все это я надавил на него потому что в тот момент я уже деньги взял за это за 8 штук и мне уже ну как возвращать деньги жалко жалко вот ищайка подвел двух и тогда мне прислал и сказал на этом все вот сейчас все раскупите то раскупите заказывайте все равно другу это как это называется альтернативы этому нет помните я брал ленточку вот так и вот так это да и когда я обматываешь вот так как я учу и как слегка как в некоторых книгах а когда я обматываю обматываю это вот сила сжатия остается чуть искал навсегда да почти навсегда так ну это я случайно это рекламный да и ну 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 вот ну